добрый день дорогие зрители сегодня у нас очередной разбор планировок больше записываться не буду будут от планировки разбираться по ходу движения мы будем брать как сложные квартиры и сложные планировочные решения как и простые и будем отмечать как положительную сторону так и отрицательные хорошего дня мы сегодня создаем квартиру в драмационном доме здесь видно вот объект большая группа окон 7 окон 120 метров вы должны понимать что когда вы покупаете квартиру и все квартиры можно разделить на две большие группы квартиры временные квартиры мечты на очень долгие годы так вот если квартиры на долгие годы а особенно традиционном доме нельзя подходить халатно планировочному решению это надо вот я понимаю что жалко денег что тяжело деньгами что сейчас особенно тяжело но с планировкой ошибки планировочные не закрасишь не заделаешь не убьешь и так с ними будешь всю жизнь волочиться и мучиться поэтому здесь вот отвлечемся от того что сам план был уже изначально неправильно расположен на листе да сейчас вот как прикроем все координаты явки пароль вот он вот от входа видно вот у нас вход в квартиру вот у нас прекрасный старинный треволюционный дом 11 года здесь вот два санузла это была кухня и вот такой коридор мы видим что у нас стены тонкие в этих домах несущих стен практически нет здесь есть перегородка которая зашита гипсокартоном и поэтому она сейчас по обмеру выглядит вот такой вот неравномерно где-то более толстый где-то более тонкой здесь очевидены следы ремонта 90-х годов но главное что мы видим что у нас аж 5 окон идет по линии одно окошко под 45 градусов то есть преимуществ масса да еще есть окна во двор 1 и 2 маленькие но чудесные ну плюс здесь можно сделать рассветы что мы понимаем что задача от заказчиков была вообще несложная здесь муж жена и ребенок и время от времени приходящие старшие дети и бабушка то есть в принципе вполне для такого метража очень свободная прекрасная квартира что предлагает дизайнер оба вот знаете это тот случай когда у меня нет слов то есть вот ты враг своему заказчику и ты его терпеть не можешь то есть вот у нас вот такая форма мы забываем вообще о том что эта квартира древолюционном доме нас вот такая чудная форма вот здесь вот 8 метров шкаф я не представляю какова цена этого шкафа будет в хорошем исполнении миллионы у нас есть вот такие двери где наличник вообще не встанет то есть вот дизайнер занимается но он не понимаешь наличник здесь вот например в принципе не встанет да непонятно как вы простите меня воспользоваться вот этим унитазом меня просто нет вот с этой сучками нет слов ну просто не бить не берите за такие квартиры уважаемый дизайнер возьмите новостройку портите поймите что квартира древолюционном доме это произведение искусства вот ее создали ее спроектировали и спланировали до вас а вы ее сейчас готовитесь убивать то есть вот как был вот этот вот огромный коридор вот он так здесь и остался вот эти вот углы взяли и и так сохранили понимаете решили что это видимо какое-то архитектурное новшество причем даже в предыдущем варианте то как здесь здесь хотя бы были какие-то завершения здесь хотя бы был завершенный коридор здесь ничего этого нет вот как пошло так и пошло я понимаю про экономию денег но здесь просто после этого варианта не надо ни о чем разговаривать мне нравятся эти кресла и этот телевизор это у нас типа гостевая комната вот у нас спальня на два окна то есть мы входим и сразу упираемся в край тумбочки и в подушку я вообще в диком восторге ну даже здесь что вот мешало даже просто поменять ну даже если вот отвлечемся от всей квартиры возьмем просто что нельзя было кровать вот наоборот поставить чтобы хотя бы не входить на кровать хотя это не спасет здесь все равно понятие осей она не соблюдено и вообще это никому не известно мы проходим это типа комнаты детская ну телевизор видимо это у дизайнера какая-то слабость их тут раз-два-три-четыре-пять 5 телевизоров я не знаю почему в ванной нет телевизора вот хорошо вот это вот чудовищная там спальня вот дальше мы двигаемся по коридору пошла детская вот под непонятным углом здесь находится вход в детскую и потом типа парадные двери причем мы видим что эти типа парадные двери прямо лезут в угол санузла ну ребят я отвлечемся опять от того что здесь не лезут наличники отвлечемся от того что вход в этот санузел он даже они даже не могут его вот хотя бы по центру сделать вот этого проема нет он у них смещен может быть в этом какая-то особая задумка я не знаю на не понимаю чего-то и дальше мы от стола прям вот так вот наблюдаем вот дверь то есть где здесь парадность какая соблюдена приватность какая соблюдена то есть на 7 окон мы в одну комнату поселяем всю семью кухню диванчик телевизор и столик и вот шивую простите меня господи вообще за мой французский сегодня день такой вот вот эту стойку я уж не говорю там про мелочи как можно здесь готовить простите меня вот между мойкой плитой то есть даже в этот угол дать добраться нельзя под мойка будет мусорное ведро здесь будет наверное духовка я не знаю и вот здесь вот глухой угол но почему почему вот это расстояние должно быть вот таким как можно здесь даже гигиенический душ да ладно про гигиенический душ зачем нам мыться здесь можно туалетную бумагу например нужно иногда повесить но видимо не нужно но зато у нас вот есть такая овальная ванна да или как здесь вот я говорила воспользоваться примете но есть же какие-то а как вот в классике мне здесь сделать лепнину вот так что вот так вот такой формы лепнина у меня пойдет и как это будет выглядеть вот и представляете да вот так мы будем лепнину делать и она вот в этом месте будет вот такая ну то есть мы должны же для шкафа сделать каталог опустить чтобы его встроить если он не встроен этот гроб на колесах то он вот вот так лепнина пройдет но ребят дорогие мои это же ужас какой-то это здесь все все чудовищно я обсуждала с заказчиками ну я вот тут вот даже пометила уже то что вот прямо резала глаз чтобы там лишний раз не повторяться потом но и к заказчикам тоже есть вопрос то есть если вы живете втроем и к вам приходят гости то надо подумать нужно ли три изолир нет 4 изолированные комнаты причем две комнаты имеют по два окна то есть помимо того что вы даете заказчику дизайнеру какое-то задание надо понимать что квартира должна иметь возможно трансформироваться то есть если приехала предположим бабушка вот допустим вот первая комната мы на можем например сделать из нее детскую например детскую она на два окна детская на два окна прекрасно ну допустим приехала бабушка ну сделайте здесь какие-то перегородки шторки двери и раз комната разделилась на две части разделилась на две части 1 комната 2 комната то есть ребенок может жить сразу в двух комнатах а может разделить эту комнату на две части и например в одном месте сделать себе спальню в другом кабинеты есть куда бабушку поселить у единицы 2 например можно было бы вот в этой части сделать гостиную здесь кабинет а вот здесь распланировать приватной зоны ребенок маленький то неудобно но не всем по крайней мере удобно что детская слишком далеко ну например от спального блока если он здесь допустим ну тогда надо посидеть подумать и в эту зону мы выносим кухню гостиную прячем ее на нежилую зону а спальни и прочие кабинеты и прочие детские прячем по бокам квартиры и об мы получаем что мы избавились от коридора вот избавились от коридора имеем гостиную например на 4 окна или на 3 окна имеем встроенную кухню имеем гардеробные комнаты и имеем еще огромные приватные блоки вы видите как можно переработать любую квартиру так чтобы она заиграла хочешь сделай боковой анфиладу хочешь сделать центральную анфиладу хочешь квартиру раскрою что все окна были видны особенно учитывая питерский воздух хочешь закрой если это боковая анфилада и вот еще в традициях например питерских квартир да это два входа ну то есть вот предположим что у нас гостиная на два окна допустим вот такая у нас будет гостиная пример я отмечу да в эту комнату например она детская мы могли бы попадать например вот отсюда да допустим дверь по центру ну давайте по нормальному сделаем форму комнаты допустим это у нас детская с возможностью разделиться на две части мы можем там здесь сделать вход или здесь идет вот это неважно но если мы сделаем вход вот здесь вот здесь вот то у нас появляется длинная боковая анфилады мы от симметричим этот вход обратно и что мы имеем мы имеем и анфиладу и возможности открывать эту комнату и видите из этой комнаты три четыре пять окошек понимаете разницу и получается что когда у вас в одну комнату можно попадать из коридора и из гостины вы можете уже варьировать эту дверь всегда держать закрытой или наоборот пользоваться сразу двумя или вы можете только эту держать открытый или только эту то есть в зависимости от состава семьи от взросления ребенка можно варьировать можно сделать там две большие двери да можно сделать одну большую комнату две отдельные здесь тоже самое например здесь в дальней части сам дизайнер предыдущий спланировал людям кабинет но ребят кабинет по закону традиционной архитектуры он должен быть либо при входе где-то либо как минимум в него нельзя попадать через кухню не через комнату я бы уж тогда делала здесь допустим спальня а здесь кабинет а здесь допустим кабинет большой такой не нужен гардероб на что это значит это значит что кабинет может быть проходной а если сделать центральную амфилату так он еще и может открываться в общую гостиную видите сколько вариантов но я бы сюда минимум 5 предложила вариант вместо вот этого вот позора позора здесь и окна большие и высота большая и есть что сохранить и есть паркет и есть чем поработать можно ничего не сохранять там заново стены возвести главное соблюдать симметрию да вот эти про ушки должны должны быть правильно но во всем должно быть логика и здравый смысл поэтому поэтому не линясь не жалея денег ребята делаем нормальную планировку оставьте вот этих чудо-дизайнеров вот этих вот для каких-нибудь других забав и утех а вот это вот отдайте людям которые в этом что не понимают потому что уничтожение архитектурного фонда она сейчас идет чудовищными темпами и это эти эти квартиры закончатся и останется только новодел 90-х тире 2030 год вот за 30 лет все это снесут а можно сделать золотую квартиру с которой вы никогда не уедете потому что она будет идеально она будет работать меняться вместе с вашей семьей и по мере необходимости даже в течение дня она сможет меняться открываться закрываться мне не будет темных и страшных углов и не будет общежития так вот здесь все все сказалось сил нет я бешенстве хорошего дня а